Двое человек погибли в результате ракетной атаки в селе Пшиводов на границе Польши и Украины. Кто нанес этот удар? Вопрос, который пока остается без ответа. Позиции Польши, Запада, России и Украины, поэтому вопросы оказались разными. А если удары все-таки нанесла Россия, то НАТО по уставу предстоит принять соответствующие решения. Все подробности в нашем следующем материале. Соседняя с Украины Польша пострадала минувшей ночью от ракетных ударов. Возможно, жертв трагедии было бы больше. Но ракеты, к счастью, попали не в жилые массивы, а на зерно-сушилки. Конечно, мы знаем, что на протяжении всего этого дня Россия атаковала Украину ракетами. Но на данный момент у нас нет никаких убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. Расследование продолжается. Я глубоко верю, что следователи прояснят это. Скорее всего, это была ракета российского производства. Но на данный момент это все еще расследуется. Польша является членом Североатлантического альянса. В статьях 4 и 5 договора объединения сказано, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. За последнее время эти статьи применяли по просьбе Турции во время ее операции в Сирии и после трагедии 9.1.1 в США. Кто сейчас стоит за атакой на территории страны, не участвующей ни в каком военном конфликте, пока неизвестно. Однако в СМИ уже муссируют информацию о том, что, вероятно, это совершили сами украинские ВСУ. США, в свою очередь, тоже не берутся открыто обвинять в этом Россию. Есть предварительная информация, которая оспаривает, что запуск был российскими ракетами. Я не хочу этого утверждать, пока мы полностью не проведем расследование. Но маловероятно, что он был выпущен из России. Но мы посмотрим. Очевидно, что Украина обвиняет в произошедшем Россию. В нем ранее украинские города все так же подвергались обстрелам. Владимир Зеленский, получающий военную и материальную поддержку от других стран, пока единственный мировой лидер, открыто обвиняющий противника. Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Это уже распространяется на территории Молдовы, и теперь российские ракеты попали в Польшу. Чем дольше Россия будет чувствовать безнаказанность, тем больше угроз она создаст для всех, кто находится в пределах досягаемости российских ракет. Россия опровергает все обвинения в ее адрес. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны страны. Заявление польских СМИ массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшевадув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшевадув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Расследование идет и некоторые данные о том, откуда запущена ракета, уже переданы НАТО и Польше. Их отследил военный самолет, пролетавший над воздушным пространством Польши, сообщает CNN, со ссылкой на анонимный источник в Альянсе. Вызов НАТО брошен, но сначала предстоит узнать, кто и почему запустил ракеты. Диана Токенова, Амир Ибатов, Атамикен Бизнес. Тем временем Украина уведомила российскую транснефть о приостановке прокачки нефти, по нефтепроводу «Дружба», речь о направлении трубы в Венгрию. Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель транснефти Игорь Демин. По информации от украинской стороны, прокачка приостановлена из-за падения напряжения, сказал он. Нефтепровод «Дружба», который проходит по территории Украины, обеспечивает поставки российской нефти в европейские страны. По данным «Транснефти», экспорт топлива по дружбе в дальние зарубежья в прошлом году состоял около 36 миллионов тонн. Продолжим. Мировое население превысило отметку в 8 миллиардов человек. Факт констатировали в Организации Объединенных Наций. В глобальном масштабе рубеж 8 миллиардов человек означает, что всего за последние 11 лет на планете прибавился 1 миллиард человек. Большая часть прироста мирового населения приходится и будет все больше и больше приходиться на беднейшие страны. Кроме того, резкое увеличение населения привело к тому, что в следующем году Индия станет самой густонаселенной страной, обогнав Китай. Мы ожидаем, что на добавление следующего миллиарда уйдет целых 15 лет, а затем следующий миллиард после этого 21 год. Конечно, это всего лишь приблизительные данные, но ясно, что время между последующими миллиардами будет увеличиваться по мере того, как ежегодный прирост человеческой популяции замедляется.